комитэ у нас проходит достаточно высоких стойках и камая отличается от дзенкуцу существенно на улице тоже наверное как бы мы не видим применение базовых стоек но для чего они вообще нужны аня для чего нужны вот это вот хики те широкие такие низкие стойки работы тела да ну можно сказать что это такая идеальная работа максимальное проявление вот самый сильный удар когда можно до хорошей стойки полноценный реверс и вы прикладываете максимальную силу к этому движению больше того это наиболее стойчивые стойки но единственное что нам в этих низких стойках нужно уметь быстро двигаться включать свое тело и здесь вот нужно определенные методические шаги как это можно ускорить больше того кстати говоря смешанных единоборств практически во всех поединках или через один можно увидеть когда грэпплер пытается войти в ноги часто это у заградительной части и вы видите защиту антигрэплика они в чистой дзенкуцу видели да прижимает убирает ногу и там сложно что-то сделать в чистом виде стойка используется сейчас я обращу внимание из вот этой идеальной позиции как быстро включить в работу тело камайте вот и руки свободно можно пояс и перемещение вперед и назад сделаем и не не шаг вперед и шаг назад давай так попробуем нога в таком варианте и попробуй чуть быстрее и ч не еще чуть быстрее и ч не хантай какая часть тела у тебя работает нога ноги какие мышцы у тебя включаются как ты чувствуешь внутренняя какая передняя часть бедра или задняя часть бедра передняя и задняя да вот эта нога какая у тебя включается передняя да хорошо давай с этой стороны посмотри ч не и ч не норы какая если брать мышцы сильнее группа мышц задняя поверхность бедра или передняя кто сказал передняя точно почему там четырехглавая мышца да а здесь задняя у нас двуглавая а еще мышцы ягодичные одни из самых крупных не на самом деле на самом деле задняя группа мышц она сильнее и тут такая парадоксальная вещь что большинство из нас делает толкаясь передней части задней бедра а нужно научиться кстати шахан горохов все о том же говорил на семинарах задняя часть бедра нужно научиться количество она сама си когда вы бежите у вас задняя часть бедра работает она толкающая сильная выше не на передние подумайте над этим вот вот сейчас я как раз дам задание чтобы вы могли осознать что у вас включается но я предлагаю не только этим мышцами их надо почувствовать но у вас все тело центр должен включаться и чтобы центр тяжести быстро двигался нужно освободить верхнюю часть тела она должна быть свободная расслабленная но не развалена а мышцы кора так называемые живот поясница бедра они должны быть собраны давай сейчас вместе с тобой параллельно сделаем майкер на море руки свободное пока те эти 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 то есть фальстарт контакт поменяли их эти 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 В принципе, неплохо у Алика, получается целостно, потому что часто можно видеть, я специально взял его, потому что он более-менее нормально, картина гораздо медленнее, а больше того еще идет развал тела. Чтобы развить вот эту скорость, что я предлагаю вам сделать? Это важно и в применении по жизни, и в комете, куда угодно можно засунуть. У нас в разных стилях по-разному принято. Некоторые не разворачивают перенечные стопы, а делают это в конце, в шатакане, в шатарю, такие вещи есть. У нас принято разворот, так как считается, что центр тяжести, так как у нас не по дуге, а по прямой, центр тяжести смещается ближе к центру, и нам проще двигать центр. С другой стороны, если мы предварительно в учебном методических целях, как новичкам, даем ИЧ-Поворот, НИ, для новичков это нормально. Но так же, как вы блоки базовые ИЧ-НИ-САН делаете так, а продвинутая форма уже слитна, так и здесь нужно научиться быстрое включение подготовки перенечасти, и начало движения практически совпадает. Тогда ваша скорость увеличится. Что я предлагаю сделать, как учебный вариант, руки на поясе, и у меня, посмотрите, сзади стопа под 45, это пока прямо, нужно быстро включить вот этот одновременный разворот и потянуть до середины. Вот такое движение сделаю. Сейчас я включаю мышцы живота, поясницы, и практически вот эта вот зарядка, она вытягивает ногу, то есть это как пружинка, сжатие пружинки. То есть практически вот это совпадает, потому что когда мы потом перейдем к работе ног, если мы из Камая можем шагнуть, подготовить ногу, как Шахан Горох показывает, иногда нам с места нужно бить, и вот этот быстрый разворот и подготовка ноги, оно практически одновременно будет работать. Мы с вами сегодня это попробуем. Итак, первое задание. Одну минуту работаем с одной стороны, потом минуту с другой, и заодно послушайте, какие мышцы у вас будут работать. ОС! И теперь уже целиком, все движение. Важно, чтобы вы опустили свой центр тяж сюда ниже, плечи были расслаблены, руки можно здесь свободно опустить, либо на поясе. Вначале начните не очень быстро, но целостно. И тут же назад. Обратите внимание, что движение назад, оно тоже вот с этого скручивания, и вот это вот скручивание, оно мне дает как раз силу отойти назад. Импульс. Вот начните на такой скорости. Центр. И здесь нога должна четко встать не на пятку, а на переночной стопы, зафиксировать ее. И для вас должно быть это естественно. Минуту на одну ногу, минуту на другую. Начали. Добавляем цуки, цюдан, средний уровень. Вперед, назад. Как только стопа коснулась, делайте удар. В чем проблема в поединках бывает? Что руки немного опережают, то есть вы идете впереди ног. Это проваливается, недостаточная сила. Вам нужно развить скорость нервной системы специально в этих упражнениях, чтобы подтянуть ноги к рукам. Чтобы сначала ноги, а потом от ног вы уже работали. Вот это немножко не хватает. И корректировка в кихоне вам поможет в кумите. Ну-ка-та. Минуту с одной стороны, минуту с другой стороны работаем. Сейчас важно уже добавить точки акцентированные. И не должно быть вот такой вот разваленной позиции. Точно. Сюда вошли. Точно встали. Собраны. После каждого раза расслабляетесь. Отпустили. То есть умение после киме максимальной концентрации расслабиться даст вам скорость. Сейчас вы осознанно контролируете каждый раз расслабление. ОС. Субтитры создавал DimaTorzok